Наталья, подразделение перспективных проектов группы консервирования будущего. Здравствуйте, коллеги. Поскольку предыдущий докладчик нам подробно рассказал, как это устроено буквально изнутри, я как представитель группы, которая занимается, скажем так, исследованиями и рынков, в смысле, рыночными исследованиями и долгосрочными прогнозированиями, скорее буду говорить про происходящее, так скажем, с высоты будущего полета. В этом случае говорить не про прагматику и про то, как устроено на железе программное обеспечение, а о том, как это выглядит в принципе в глобальном масштабе и к чему теоретически или не теоретически может привести вся эта история. Первое, что я бы хотела сказать, это то, что, в принципе, беспилотные системы как таковые, и беспилотные автомобили, и все прочее, вообще целесообразно рассматривались как часть робототехники, и, в принципе, автоматизируют системы, потому что то, что происходит в этих сферах, в общем, так или иначе тесно связано. И отделить от одного от другого практически невозможно. И с рыночной и технологической точки зрения, в принципе, мы считаем, я считаю, что с беспилотными аппаратами всех типов будет происходить примерно то же, что и со всеми остальными. Есть такая прекрасная объяснительная модель, называется «Икривая Гартнера». И, собственно, компания Гартнер проводит анализ того, через сколько и какое решение будет выведено на раму, и в каком формате. Помимо того, что это такая часть и бизнес-история, очень понятным образом на базе этой модели прогнозируется, что будет происходить. То есть буквально в самом начале у нас идут первые новаторы, первые, первые, первые. Потом тема получает какое-то развитие и уходит в пик, в том числе и по ожиданиям, и по медийной освещенности, и по количеству компаний, которые этим занимаются. Ну, то есть, условно говоря, скажем так, 20 лет назад под беспилотники и Тунигин, то есть думали, наверное, военные, просто потому что это, так сказать, их сфера ответственности. Но в коммерческой сфере и в потребительских соревнованиях этого не было. Соответственно, ну сколько лет назад? Лет 7 назад, наверное, тема с беспилотными аппаратами получила такое бурное развитие в коммерческом частном секторе. И, соответственно, потихонечку, вот наши автономные аппараты и мобильные роботы потихонечку ползут к пике. Когда они будут перефинансированы, полностью застроены медиены, то есть, ну, про это будут говорить все. В общем, и так все сейчас говорят. Эта картинка на 2014 год. То есть, по итогам 15-го беспилотники будут вот где-то вот здесь, на пике 40-го. После чего, в общем, с неизбеженностью уступает следующий этап, который называется избавление от иллюзий. Научку. От иллюзий. Когда это люди, которые вложили деньги, начинают смотреть, во что мы вообще вложили деньги. Ну, и, соответственно, это, если использовать биологическую метафору, это великое вымирание. То есть, когда выживают, ну, самые лучшие, самые сильные. Потому что поток денег прекращается, вечерист разочаровываются. Вот. Это происходит практически со всеми словами. Ну, словами, в смысле, со всеми темами. Ну, потому, ну, например, сейчас стало непринято говорить про инновации и мудренности. Ну, потому что они вот где-то вот здесь. Там, пять лет назад, значит, у нас был пик, бурные радости и прочее. Сейчас, как бы, за предложение модернизированной мечтой, в общем, можно получить селедки по морозе. В общем, примерно тоже будет происходить, в принципе, и с темой теплотных парадок. То, как сейчас это выглядит на глобальном уровне, в общем, это подтверждает. То есть, в целом по миру беспилотниками и беспилотными, в смысле, автоматически управляемыми роботами занимает порядка двух тысяч компаний. Ну, соответственно, самое большое количество платформ, собственно, в воздушных и в аэросфере порядка двух с половиной тысяч. Ну, вот у наземных, водных и подводных поменьше. Просто потому что так исторически сложилось и с этим работает меньшее количество людей. То есть, в ближайшие, скажем так, пять лет, если брать этот горизонт, нас ждет, знаете, бум и падение всего этого дела. Ну, в России это все происходит медленнее. В смысле, мы отстаем, наверное, сейчас лет на пять. Лет на пять, но будем отставать меньше. И, соответственно, если кто-то что-то будет делать в беспилотниках и начинает кнопка, надо делать это сейчас. Потому что через пять лет будет поздно и, как я уже говорила, селедкой по морозе. Про бюджетные кризисы вообще сейчас не надо. На глобальном уровне, в том, что касается... А, важный момент. Дальше я буду говорить не про робототехнику в целом, я буду говорить только про две части. Я буду говорить про дронов, по большей части летающих. Я буду говорить про беспилотные автомобили. Может, поменьше, потому что там попроще. Все остальное я трогать не буду, потому что иначе мы всегда отсюда не идем. Итак, в том, что касается беспилотных автомобилей и беспилотных... Ну, ладно, черт с ним, я буду называть дронами. В общем, в ближайшие пять, можно сказать, в десять лет особо сюрпризов не будет. Потому что, в особенности по беспилотным автомобилям, все инвестиционные решения уже приняты и деньги вложены. И деньги вложены в конкретную платформу и в конкретные решения. Самое интересное сейчас, конечно, происходит у потребителей в своей коммерческой сфере. Хотя, по тем же Соединенным Штатам, которые вообще как рынок лидируют, конечно, до сих пор большая часть рынка занимает военное применение. И из тех прекрасных... Кто-то прогнозирует, что это будет 10 миллиардов долларов через пять лет мировой рынок. Кто-то прогнозирует, что по 25-м году будет 20 миллиардов долларов. В общем, всем понятно, что где-то две трети этого, это все равно военное применение. Всем понятно, что многие правовые вопросы революционные еще не решены. Ну вот, и... Просто когда... Поскольку мы не как компания, я лично работаю с некоторыми стартапами, когда мне с радостью показывают западные прогнозы и говорят, что... Ого-го-го! Значит, по 20-му году или 25-му коллеги западные прогнозируют, что мировой рынок будет 20 миллиардов долларов. Это же просто зашибись, мы же можем в этом и поучаствовать. Понимаете, только белый мировой рынок корнографии 150 миллиардов долларов. То есть 20 миллиардов в технологической сфере в целом ни о чем. Ну, сюрпризов не будет. Ведется плотная правовая работа для того, чтобы рынок разбернуть. Понятно, что, опять же, в России у нас немножко другая ситуация. Да, и в этом смысле менее шпитильно относится к революционным вопросам, хотя, возможно, и без того выбора. Но в США, собственно, уже разработаны модели для стратегических фигур, которые вынуждены будут работать с этим тоже как-то. И для потребителей, и, собственно, федеральная... Как это по-русски? Федеральная администрация по авиации, по авиационным делам, в общем, уже выдала два первых разрешения на использование дорогов. Первое — это первые получились в 2014 году. Ассоциации с семи кинокомпанией в Ленинске, ну, по понятным причинам, они их используют просто в производственном процессе. И поскольку там террористические угрозы, угрозы несчастных случаев минимальны, в общем, понятно, почему они получили первые. И дальше, буквально летом, получили первое разрешение. Совместная компания, даже совместный проект, NASA и производители угрозов по доставке медикаментов. Но это был у них только опытный проект, опытный полет. Ну, в общем, люди работают, станут большим рынком в Соединенных Штатах, несмотря на то, что в России всё в целом прёт. И коллеги, которые, в принципе, занимаются дронами, аэрофотоселёнкой и всеми другими применениями чувствуют себя хорошо. Но, в общем, мы на глобальном уровне даже не видны. То есть, то, что происходит в центрах рынков, происходит по-другому, немножко по-другому, немножко по-другому. Подточие. Собственно, первая платформа, про которую я хотела сегодня поговорить, это беспилотные автомобили. С одной стороны, там всё достаточно понятно, потому что основные демокративные промехи – это крупные авиа, автомобилестроительные концерты. И, собственно, каким-то странным образом, затесавшись от технологической корпорации, которая всем этим занимается. И, несмотря на то, что, в общем, они все уже вложили деньги в гибель-аплама, кто в каком году, в какой конфигурации будет какой автомобиль, меня они будут там продавать. И, понятно, что там узнали. В самом худшем случае, в 25-м году, у нас уже будут просто рыночно доступные решения в этой сфере. Там многие вещи гораздо не очевидны, чем с дронами. При том всём, что очень широкий спектр компаний заявил о том, что они обязательно-обязательно сделаны беспилотный автомобиль. Решение, например, по тому, кто несёт ответственность в случае, если автомобиль попадает в аварию, пока предложили только Google и Google. И они сказали, что всю ответственность несём мы. Ну, потому что у нас программное обеспечение, аппаратное обеспечение. Если автомобиль допустит в ошибку, то это буквально таки не вина, не на косящику. А спирные пока тихонечко молчат. Но науке неизвестно, как на самом деле всё это будет сделано. Но всё-таки главное, нужны ли беспилотные автомобили? Я бы немножко по-другому поставила этот вопрос. Даже не нужны, не нужны. Экономично ли? Люди, которые им не занимаются, конечно же, ожидают, что экономично. Но поскольку я лично руками в этих автомобилях не копалась, и бизнес-моделей не считала, я позицию осознанно выставить не могу. То есть первый момент, самый очевидный и неочевидный, это, собственно, вот этот вот разговор. Кто будет в этой инспирации, если автомобили накосячат? Например, ну не то, что, например. Второй неочевидный вопрос. Кто победит на всём этом празднике жизни? Потому что Google, собственно, обывающий свой беспилотный автомобиль, сразу заявил о том, что вообще-то это будет не автомобиль на продажу, а сервис. То есть можно будет через продолжение западать беспилотник, значит, он через 10 минут к тебе подъедет, ты на нём куда-то доедешь. Ну, неважно, в собственности Google это будет или не в собственности Google, но факт тот, что это фактически просто автопарк с функционалом такси. И тут, кстати, действительно очень правильный вопрос на тему экономичности. Если такая конфигурация, в этом смысле, что пользоваться, а не владеть, будет действительно обходиться в месяц дешевле условного москвича человека, то, наверное, да. А если ему будет обходиться дороже условного москвича, то верно и нет. Кстати, вот сейчас я спрошу у вас, у кого есть машина? Видите, пожалуйста, кто будет? Ага. А кто из вас готов отказаться от собственного автомобиля в пользу? Бесплатника, который будет стоить в месяц только же? Половина. Окей. И, кстати, Google ни одного вопроса потребителя не производил на эту тему. А в любом случае публичных данных не было. Потому что понятно, что автомобиль – это не только средство предвижения, но еще и игра в статус, игра в личную свободу и проще прекрасные вещи. западные коллеги сделали картинку с основными развилками, которые, в принципе, будут связаны так или иначе с беспилотными автомобилями. То есть либо это будет действительно конфигурация, когда ты владеешь беспилотником, либо это будет ситуация, когда ты пользуешься беспилотником. Это уже совершенно другая история. Конечно, Google, который из всех, в общем, наверное, выйдет на рынок первым, во всяком случае об этом заявляю, Google, конечно, ставит на то, что они называют автомобиль как общественные влады и автомобиль как общественный сервис. Ну, там их позиция понятна, 95% времени личный автомобиль не используется, а 95% времени он ставит. Соответственно, если произойдет сдвиг к условному автомобилю как общественного влады, автомобилю как сервис, то, в общем, ситуация перевернется. Соответственно, количество автомобилей нужно будет снизить в двое и заниматься прочими прекрасными вещами. Есть еще один забавный момент. Понятно, что в случае с беспилотными автомобилями и в случае с дронами, я пора немножко дальше поговорить, при внедрении какой-либо конфигурации у нас будут выигравшие и проигравшие. Ну, так всегда присутствуют технологии. Не важно, какие они. Ну, и, допустим, если у нас случатся беспилотные автомобили, внимание вопросов, кто выиграет? Ну, помимо Google, который будет продавать или задавать его какими-либо образом, другими эксплуатировать. Ну, во-первых, во всяком случае, под заявлением тех, кто предлагает, ну, конечно, выиграют потребители в той или иной конфигурации. Ну, просто тоже по статистике в США даже не будет 33 тысячи человек. Ну, соответственно, в авариях в России, может быть, кто-нибудь знает, по-моему, 10 тысяч. Столько же? Столько же тоже, в принципе. Ну, вот, очень хорошо. Население в три раза больше. Со временем советских приносов почти не является. Почти не является. Ну, вот. Ну, соответственно, порядка... ну, там по оценке разнятся, но в 90-98% всего этого происходит по вине водителя. Понятно, что там исчезающая статистическая погрешность буквально, это уже там погодные условия, состояние дороги и что-то еще. Но, вообще-то, это практически всегда человеческий фактор. Соответственно, в том случае, если у нас появляются адекватные как мы из билотных автомобилей, мы получаем, ну, если им резко, то существенное снижение просто только количества ДТП. Да, и это измеряется в человеческих жизнях, и, в общем, наверное, это внеглатное измерение в данном случае. Во-вторых, выигрывает экономика в целом. То есть, США вот этих вот всех авариях, да, и с учетом страховых выкладов, и с учетом, значит, по имуществу, и с учетом простоев и прочих вещей, теряет каждый год порядка 500 миллиардов долларов. Это повечественный подсчет, это, собственно, и ассоциация. Ну, соответственно, если мы убираем, минусуем из-за этого 95% инцидентов, соответственно, экономия получается существенная. То есть, люди, и, в принципе, экономика как-то таковая. Ну, и, понятно, Google, и все те, кто первые увидят свои решения на рынок. Но это немножко другой вопрос. Кто проиграет? Страховые компании. Ну, вот, учитывая то, какую долю от рынка составляет индивидуальное страхование автомобилей, в общем, многим из них придется сворачивать бизнес в той же форме, потому что особенно, если все это реализуется в том варианте, который предлагает Google, то есть количество автомобилей снижается только вдвое или больше, в зависимости от того. В общем, им будет не очень хорошо. Дорожно-патрульная служба. Вот, соответственно, когда у тебя автоматически глотируем автомобиль, в общем, претензии ты можешь предъявлять Google личную средину приема. Ну, как бы, человек, который там ездит, в общем, как бы уже и при чем. В общем, наверное, автомобилю на автопилоте достаточно сложно нарушить правила дорожного движения. Вот, и, конечно, проиграют, наверное, на каком-то этапе все традиционные логистические компании. Причем не компании как-то таковые, потому что у них, наверное, есть какой-то резервью замены автопарка, а люди, которые этим занимаются. Ну, кстати, все помним, наверное, битвы парижских таксистов против Uber и прочих приложений. А вот таксисты на фоне будучих дальнобойщиков покажутся цветочками. Ну, в этом смысле, конечно, технологическое развитие не всегда приятно. И тем исчезающих профессии это отдельная тема. Соответственно, на этом я бы с пилотными автомобилями закончила и перешла бы к дронам. С дронами все гораздо веселее. Ну, поскольку автомобильный рынок, он, в общем, такой очень плотный, застроенный, и там есть, ну, там, нужно присчитать по пальцам вокруг крупных игроков, и, в общем, там особо не развернешься. Дроны — это другая история. Это принципиально новый рынок. Ну, это новая технология, новые решения. И, в этом смысле, они, конечно, и формируют под себя какие-то новые ниши, и могут полностью или частично менять старые. И, поскольку, опять же, это новую рынок, это и очень большие возможности, и гораздо большие проблемы. Вот. Собственно, именно поэтому наши американские коллеги работают, в первую очередь, с регулированием, с регистрацией и с допусками. И, кстати, в этом году уже несколько университетов развернули центры подготовки, и, я понимаю, что странно звучит «пилотирование без пилотников», в смысле людей, которые должны как-то или иначе их владеть и не управлять. Ну, вот, в этом смысле нет сертификата, дроны тебе не продадут. В общем, история такая разворачивается немножечко похожа на владение и ношение оружием. И, соответственно, Нагайя уже говорила, что первые получили разрешение на использование дронов американских компаний, ребята, которые экспериментально доставляют все лекарства, всеми этими делами. Ну, конечно, в очереди просто прыгает нетерпение стоит мазон. Ну, вот, они уже всем проанонсировали, что у них будет достаточно в течение 19 минут. Вот. Но пока, во всяком случае, в новостях не было, чтобы им дали наконец-то это разрешение. Ну, посмотрим, что у них получится. Понятно, что сфера применения дронов есть везде, где есть функционал либо мониторинга, либо доставки чего-то куда-то. То есть, в этом смысле описать все, наверное, просто невозможны люди. Тем более, что коллеги, вернее, коллега из Киевскана, в общем, достаточно прикладно и подробно расписал, где судно используется. Ну, соответственно, тот же вопрос. Кто выиграет? Ну, наверное, да, наверное, выиграет потребитель. Ну, там, быстрая доставка, сокращение времени, сокращение расходов. Наверное. Окей. Выиграет традиционную отрасль. Это понятно. Нефтяникам не надо объяснять, зачем мы мониторим трубопроводы. И, в общем, это касается практически всех позиционных отраслей в той или иной сфере. Россия огромная, если возвращаться к нам. Но вот у нас много дорог, у нас много трубопроводов, у нас растянутые городские коммуникации. В том смысле, рынок, как в том анекдоте, рынок бесконечный. Проигравших, в данном случае это уже определить достаточно легко, проиграют курьерские службы. Ну, в понятном причине, причем тоже в части людей. Потому что, ну, для того, чтобы следить за доставкой с помощью дронов, ну, хорошо. Ну, один человек на 20 дронов, на сколько. Ну, в общем, эти мальчики, доставляющие пиццу, в будущем, наверное, тамрут. Я не знаю, хорошо это или плохо. Для мальчиков, наверное, плохо. Для всего остального хорошо. И, то есть, проиграют традиционные логисты курьерские службы. И много вопросов появится, например, в частном охранном предприятии. Сложно сказать проиграют или выиграют. Но, в общем, наверное, через какое-то время, если у тебя не будет дрон и система постоянного монитория, это то, что касалось тех частных вещей, связанных конкретно с беспилотными автомобилями и конкретно с дронами. И помимо вот этих вот таких частных и, понятных, достаточно последствий, есть еще последствия, скажем так, чуть более общего характера. Первый момент, это понятно, это вот тот вопрос, который мы, наверное, при работе со стартапами задаем в первые десятки. То есть, вот у вас есть прекрасные технологии, а каковы возможные преступные способы ее использования? Ну, потому что понятно, что первыми вооружительными технологиями будут кармии и преступники, потому что к тому же человеку занимался. И, в общем, уже сейчас, поскольку, опять же, у дронов такой функционал, что дронов и беспилотник тоже достать для чего угодно куда угодно и мониторинга чего угодно где угодно, соответственно, тут открывается просто масса блестящих возможностей, часть из которых уже, собственно, реализована. Дальше, например, в Великобритании, не помню, где конкретно, было несколько прецедентов, когда с помощью дронов взломщики просто определяли, когда люди уходят, когда приходят, и, как бы, как пройти, ну, что внести еще, наверное, нет, потому что дроны все-таки большие и в дом не залезетят. Но, тем не менее, уже будут. Точно так же уже практикуются и пытаются пресекать доставку мобильных находок в тюрьму. Вот, и, в общем, собственно, основной вопрос, например, который дискутируется в США, ну, для нас это тоже актуально, но, как бы, в дискуссии на этом время я еще не видела. Окей, а вот дрон начиненной взрывчаткой, да, или разные типы отравляющих веществ. То есть, внимание, вопрос, как мы будем это контролировать, и что мы, в общем, можем все это сделать. Потому что, благодаря вот сидит наша полиция и говорит, что наху как, ну, никак. Вот. И, соответственно, там куча всего. Вот буквально, как вы говорили, устранение людей, ну, просто, поскольку дроны все-таки великоваты пока немножко, это вряд ли отравливающее вещество идет просто на правильный взрыв. То есть, когда у нас образуется клаван 10 на 10, в общем, все равно. Ну, соответственно, доставка на... О, да, доставка на наркотиков через границу уже тоже. Ну, вот, опять же, да, еще в этом году в Мексике были все очень удивлены, узнав, что значит через границу на дронах доставить траву и геройку, по-моему, везли. Вот. Это узнали об этом только потому, что нашли вышедший строй дрон. То есть, у него был какой-то мэнфонкшен, он упал, его подобрали. Вот это... До этого как бы... То ли из Бали-Видши не подозревали, то ли действительно ни один не подозревали во всех этих прекрасных вещах. Ну, и, конечно, да, вопрос терроризма активно дискутируется, ну, тоже по понятной причине. Ну, вот. И, собственно, поскольку там последние, наверное, пять лет обострилась вот эта дискуссия, у нас тоже коллеги, по большей части, из Америки, но в Германии тоже есть, собственно, уже работают с решениями, специальными трубами для противодействия всего этому делу. Соответственно, это система обнаружения разного типа, вот. Вот. И, понятно, что заказчики на систему обнаружения, по большей части, те, кто уже буквально заказывает тюрьмы, правительственные объекты и электростанции, по большей части, ядерные. Ну, тоже понятно почему. Ну, вот. В общем, я думаю, что, как бы, сидящие здесь сами могут придумать по 3-4 способа, да, которым дрона, в общем, нужно было бы использовать нецелевым образом, так скажем. Ну, вот. Например, тоже у нас был непрекрасный случай. Несколько недель назад, ну, это, правда, не дрон был, а автоматизированный робот для уборки махачевых культур на акселераторе GNS. И, как бы, когда мы задали вопрос, как могли бы быть преступным образы использования вашего, значит, изобретения, человек глубоко задумался и сказал, что он серьезно рассмотрит этот вопрос. Ну, потому что, в общем, уборка махачевых культур что-то размером с голову. Ну, и дригада достаточно страшно выглядящий, конечно, еще не огромный человекоподобный боевой робот, но, в общем, нужно найти интересное применение по всему этому делу. И, поскольку именно вопрос безопасности и, ну, того, что называется, privacy активно дискутируется, хотя, опять же, это не российская ситуация, да, это, по большей части, американская и американская ситуация, вот. У нас возникает второй блок последствий, который, в принципе, возникает при развитии любой технологии, которой до этого не было. Зазывается «Хороший повод для психоза». Ну, справа схема по приготовлению шапочки из фольги, и, в общем, на это не смущает, вот. Потому что в 2012 году американские коллеги проводили массированный опрос по поводу того, как люди, в принципе, отнесутся, если дронок будут использовать, скажем так, в последней жизни. Вот. И, с одной стороны, внезапно, с другой стороны, внезапно выяснилось, что, вообще-то, больше половины людей относятся к этому крайне отрицательно. И, в общем, все, ну, так сказать, многоплательщики и сознательные граждане говорят, что дронов можно и нужно использовать только при спасательных операциях или для борьбы с преступностью. А все остальное, так, типа, доставки товаров и прочего, это не ней, потому что это приспасы, частная собственность. И, в общем, нерешенные вопросы за безопасностью всего этого дела. В общем, это такая достаточно типичная ситуация. Точно такие же истории были, например, с умными домами и умными сетями, вплоть до формирования общественных движений. Нет умного дома, корпорации за умными следят, не забудем, не прости, никогда не допустим. Вот. И, собственно, с дронами и прочими вещами ситуация будет гораздо ярче, острее, можно так сказать. Просто потому что, ну, окей, умный дом ты можешь делать, а можешь не делать. А когда, ну, по-моему говоря, курьерская сумма в принудительном порядке переходит на дронов, а не на людей. В общем, это уже немножечко другая ситуация. Ну, собственно, ну, там у меня есть никаких прекрасных обсуждений. В последние два года наши американские друзья выписали несколько решений. Ну, вот, понятно, что в продажу они еще не поступили. Ну, в общем, система защиты от дронов, ну, в общем, рано или поздно в продажу, конечно, поступит. И, кстати, когда меня спрашивают про этическую составляющую, значит, развитие дронов и беспилотников, в общем, я обычно отвечаю, что, знаете, это не этический вопрос, это вопрос правовой. И вот, заключается он в том, могу я шевальнуть из своего дроваука по дрону, который висит в моем доме, или не могу. Ну, кстати, для США отдельная тема, которую я не обсуждаю, просто у них это актуально, это просто стрельба в школах. Треба в школах, просто тоже, да, я шкодил, наделал малышу ролик на ютюбе, тогда в американской школе, простой американской школе. Ну, собрал дрон, ну, контракоптер сам какой-то небольшой, и, значит, при сандале к нему напечатанный на 3д-принтере вот тот самый полностью пластиковый травмат. И стрелянку в школах на мишени. Вообще, вызывает много вопросов. Все это дело, ну, то есть, в одном смысле для США, ну, не для России, конечно, это, в общем, вопрос использования дронов буквально практически перекращается в мой вопрос использования, ну, мыши не использования рожи для всех тех вещей. В этом смысле я, наверное, буду потихонечку закругляться. Вот. Мы с вами, наверное, в каком-то смысле, как появление всех этих программных вещей выиграем, да, в каком-то смысле, безусловно, проиграем. Вот. И в России ситуация будет разворачиваться медленнее и менее критично, просто потому что у нас, в принципе, там поднедрение новых технологий меньше. И единственное исключение, наверное, вот. На 7 гаджеты у нас внедрялись примерно с такой же скоростью, хотя с оставанием 2-3 года. Вот. И когда, если будет застроено колокольное поле, как бы, со всеми себя безобразными вещами, ну, придется как-то жить. На 2-3 гаджеты у нас. Я, наверное, закончу. Сами спички. Жалобы, пожелания, доносы, вопросы. Какие перспективные проекты, кроме названных двух, вы имели в виду? Я понимаю, что у вас нет времени, но просто перечислить. Это исследовательская программа. В принципе, я курирую все проекты, которые связаны прямо или пусто у нас с технологическим развитием. То есть, соответственно, сейчас у нас их несколько. Это беспилотники, это новый подход в медицине, это робототехника в части промышленной техники и в части социальной робототехники. Вот. И, ну, плюс у нас не перечислить. Возникает что-то про задачу. Вот. И, собственно, вот эти вот сейчас мы все устали и задохнулись. А вы делали какие-то сценарные модели того, как это может развиваться, к каким вещам пойти глобально, с дронами, с автомобилями? Я вам так отмечу. Мы сейчас в процессе, но мы делаем это не по дронам, а, в принципе, по всей платформе беспилотных систем. Начиная с advanced manufacturing technologies, да, и полностью без любых производств, и заканчивая, соответственно, применением дронов в городской среде. То есть немножко другая логика, но, в общем, да, это ведется. Я думаю, где-то в марсе мы закончим его обучен. Будет как-то лицензироваться, соответственно, использованные логики? Потому что сейчас иногда можно наблюдать, что, в общем-то, более-менее такие дорогие аппараты даже вот вечером летают, и даже над Невским проспектом, не знаю, насколько, в частном образе будет использоваться? Я не в курсе, что происходит в наших федеральных регулирующих органах, хотя я знаю, что мы проблематиками работаем. Но, с моей точки зрения, ну, такие-то будут, потому что слишком много, ну, просто это можно что угодно устроить с помощью дрона. Вот, и наши американские коллеги не просто так, тут же просто все запретили под ноги и дают разрешение точечно, в час по чайной ложке. Причем, я замечу, не частным пользователям, а компаниям, использованные всего этого дела. Ну, вот, и, соответственно, в общем, пока в России это все правовым или никаким образом не застроено, можно это делать на свой стартерист, в том числе, там, производителям, компаниям, которые этим пользуются. Вот, но, в общем, особенно, если это, там, компания, которая еще только-только начинает свой пункт, в общем, нужно быть готовым к визиту неприятных людей с незапоминающимися лицами. Аккуратно просто. Требуется изменение дорожного полотна для внедрения беспилотных установилей? Я точно знаю, что японцы, когда работали над своей платформой, да, они работали одновременно надувной дорогой, да, с центрами датчиками, передачками и прочим, но сейчас, в основном, решение идет... должен опять-то был рост первым. В общем, дэхэк-оу-тэхэк-коммуникейшн. То есть, когда машины общаются между собой, а в дороге это отношение не имеет. Ну, просто в России это немного актуально. Качество дороги сказать сложно. Автономилю едет сам. Поэтому у нас КамАЗ и занимается. Точно. Кстати, насчет КамАЗа. Это его собственная разработка. То есть, он провел испытания свои собственные на своем... Честно скажу. Я не знаю. Их разработку не ехали, они просто взяли и поставили. Но судя по скорости, с которой они его сделали, наверное, хотя бы часть была сделана. Супер. Потому что в КамАЗ-мастер нет отечественных деталей. Наверное, фирменная разработка тоже не КамАЗа. Перспективный проект. Настуирование будущего. Почему-то не вошло в нанотехнологии. Создан кластер нанотехнологий. А вы как-то прошли именно это. А нанотехнологиями многие занимаются. Нам сейчас этого делать не нужно. Я говорю о классе. Как не нужно? Занимаетесь как раз только, по-моему, один человек, который создал класс пожаловать. Ну, только не должны... Как же Чубайс? Нет. Чубайс не имеет ни знаний, ни опыта для того, чтобы заниматься нанотехнологией. То, что он произносит по телевидению, это запоминает хорошо. Ему хорошо пишут мурашки. Но потом, когда его спрашивают, он не понимает ничего. Он умный. Умный, но не начитанный. Незнакомый личностей, поэтому комментировать не буду. Но, смотрите, просто, с моей точки зрения, нанотехнологии сейчас... Самый первый слайд был, и вот эта вот прекрасная кривая. Так вот они где-то на донышке сейчас. Потому что 7 лет назад нанотехнологией мы занимались все. Не надо заниматься нанотехнологией, нужно подождать еще более к 3. То есть когда ужасы и селегка и поморозья схлынут, вот там уже можно будет как-то конструктивно с людьми говорить с поиском изъема. Все 10 лет занимались наночастицами и технологиями. Потому что нанотехнология понимает оперирование наночастицами для того, чтобы создавать новые нано конструкции. Реальных примеров нет. То есть вы не верите в то, что следующий технологический год связан с нанотехнологией? Я верю в то, что там все уже случилось. На технологии уже случились. Они сначала случились внеорганики. И, собственно, в 90-х годах, когда, например, начали конструировать материалы, начиная с молекоменового уровня. Даже не материалы, а конечный продукт. И когда появилась возможность создавать материалы автоматические под задачи, в общем, нанотехнологии внеорганики не то, что закончились. Они есть и никуда не делись, они дальше будут пользоваться, но там уже многое произошло. А, соответственно, нанотехнологии в органике, это по большому счету то, что делают наши китайские друзья сейчас активно. Разработка не их, но генетическое редактирование, генетическое конструирование, создание органической материи под задачи тоже. Ну, еще не автоматизировано, мы потихонечку с этим работаем. В общем, там тоже понятный фронт работы. В этом смысле это не светлое будущее и не светлое будущее. Шаг – это шаг, который сейчас делается, и по нему идет работа. в конце концов. Ну, они случились. Все? Спасибо большое всем, что пришли на следующую лекцию 26 ноября. Человек 2.0 Да, как раз про будущее человека поговорим Вся информация с вами в сетях и на нашем сайте Всем большое спасибо